Всем добрый день! С вами опять Игорь. Сегодня в шестой части самое дешевое отопление. Мы будем рассматривать дополнительные детали для теплового насоса, так сказать, навеску. Ну, основные части мы рассмотрели в предыдущих частях. Особенно, кто не видел, советую посмотреть сначала первую часть. Там все про теорию, принцип действия теплового насоса, чтобы сейчас вам было все понятнее, о чем будет говориться сегодня. Вот. Основные части мы рассмотрели. Это конденсатор, испаритель, компрессор и ТРВ. Это четыре части, без которых работать тепловой насос, ни холодильник, ни кондиционер не может никакой. Остальное, оно как бы улучшает работу, остальные детали. Они для контроля, для улучшения работы. Они тоже нужны. Их ставят на заводские тепловые насосы. Вот. И я некоторые из этих деталей тоже решил поставить. Что я решил поставить? Я решил поставить, в первую очередь, фильтр-осушитель. Без него никак. Вот. Ну, как никак. Без него можно, но нежелательно. Все равно компрессор, даже если у вас вся система новая, вот, трубы новые медные, там, компрессор новый, и вроде бы мусора нигде не должно браться, но это не так. В компрессоре много трущихся деталей, именно в насосной части, и он вам намелит много, за года работы, много вот такого вот мелкого мусора, который будет оседать у вас в этом фильтре. Плюс еще, если, когда появятся медные трубы, там и снутри, и снаружи появляются такие температуры высокой, хлопья, как бы, такие они мелкие такие. Ну, и они тоже могут загрязнять, где-то забивать, особенно ТРВ может реагировать на это, потому что самая тонкая часть пропускная, это именно проход ТРВ. И фильтра, они ставятся перед ТРВ, чтобы отфильтровать до ТРВ уже все, что может быть там в системе. Там где-то там мусор попал, где-то эти хлопья, где-то что-то там, влага тоже. Вот этот фильтр-осушитель, он не только фильтрует, он еще и убирает влагу. Если есть небольшое количество влаги, он его в себя впитает. Потому что ТРВ на это очень сильно реагирует, на загрязнение, из-за тонкого прохода своего. Самая тонкая часть, тонкий проход, узкий, это в ТРВ. Поэтому фильтро-осушители ставят именно перед ним. Плюс, если у вас будет влага в системе, тоже может замерзать вот этот вот проход из-за разности давлений на выходе с ТРВ. Может он обмерзать и тоже будут перебои с работой. Поэтому фильтро-осушитель, я считаю, это самая нужная деталь из всей навески дополнительной. Еще я поставил смотровое стекло. Смотровое стекло, я вам скажу, это не обязательно ставить. Но оно недорогое. На нем можно, кстати, сэкономить. Взять какое-то китайское. Я считаю, что это не важно. Но на фильтр-осушителе лучше не экономить. Лучше возьмите дорогой, у меня алковский фильтро-осушитель. Алко хороший. И переразмеренный. Он большего размера, чем он надо. Ну, с запасом, так сказать, чтобы его на дольше хватило. Лучше взять переразмеренный. Вот. Смотровое стекло выполняет тоже две функции. Во-первых, можно следить визуально через стеклышко за фреоном. Как он сконденсировался. Оно ставится, в основном, оно ставится, это после фильтра-осушителя и перед ТРВ. Ставится смотровое стекло. Вот. Можно визуально следить за конденсацией фреона. Ну, что там пузырьков нет. Ну, так вот контролировать его. Вот. И плюс еще то, что он показывает. Смотровое стекло. Там есть такая каемочка. Ну, я сейчас покажу. Вот оно. Это смотровое стеклышко. Пробую увеличить. Оно показывает наличие влаги в системе. Наличие влаги. То есть, там, видите, три цвета. Если синий, влага отсутствует. Ну, у меня каемочка это под стеклом. И вы видите, да, что она синего цвета. Значит, влаги в системе нет. Если зеленый, уже что-то есть. А вот тот, такой, как бы, розовый. Это уже опасность. Это уже достаточно много, много влаги. Надо что-то делать. Вот. Вот такое вот смотровое стекло. Оно недорогое. В принципе, его можно впаять. Вы себе будете смотреть, там, как конденсируется фреон. Нет ли там пузырьков. Вот. Пузырьков не должно быть на входе. Вот это уже ТРВ. Вот. На входе в ТРВ пузырьков не должно быть в этом стеклышке. То есть, фреон должен быть чистый. Чистая жидкость, заполненная стекло полностью. Без всяких там пузырьков. И так далее. Вот. Фильтер-осушитель. Сейчас я уменьшу. Вот он такой, этот фильтер-осушитель. Он стоит перед смотровым стеклом. После него смотровое стекло. А дальше ТРВ. Вот он, фильтр-осушитель. Это обычный кондиционерный, наверное, фильтр-осушитель. Вот. Попробую сбоку показать маркировку. Вот, если видно там, не знаю. Не будет там его видно или не будет. Вот он, такой вот. Этот фильтр. На фильтр-осушителе, еще раз повторюсь, не экономьте. Лучше поставьте качественный. Пускай он будет дороже, чтобы он нормально работал. Фильтровал вам влагу и всякий микрор, который будет создавать компрессор в процессе работы. Вот, ну, это такие детали две. Вот, я объяснил их функции. Для чего они нужны. Так, следующая деталь, это рекуператор. Сначала объясню, для чего он нужен. Рекуператор, это, по сути, в принципе, по принципу действия его, да, он подогревает, его назначение подогревать газ, фреон, пары фреона, которые уже вышли с испарителя. Они вышли с испарителя и идут к компрессору, догревать их. Ну, это такой себе, как бы, докипатель. Той же докипатель, в принципе, что стоит возле компрессора. Ну, это где я в видео про компрессор рассказывал. Вот, плюс еще одна функция, это охлаждать конец конденсатора. Конец конденсатора, потому что, получается, рекуператор, это просто соединение последних метров конденсатора перед ТРВ и последних метров, метр-два испарителя перед компрессором. То есть, вот такой, ну, заводские рекуператоры, там такая маленькая колба, вроде бы, медная, вот, там оно сделано все компактно, так вот, правильно. Ну, я ее покупать не стал, потому что он тоже стоит денег. А можно его делать самому, это просто взять вашу медную трубу, которая выходит с конденсатора, уже там, вы с нее тепло отобрали у конденсатора, да, и вот этот вот последний метр-два перед фильтром-осушителем, перед смотровым стеклом, перед ТРВ, вот эти последние два метра, взять и просто смотать, скрутить. Вместе с последними, там, метр-два испарителя. Это то, что уже после трубка, которая выходит с испарителя, вот, и уже подходит к компрессору, вот эти вот куски труб, да, конец конденсатора и конец испарителя, можно просто смотать. Как я это и сделал, собственно, это будет тот же самый вам рекуператор. Вот, назначение рекуператора, я уже, да, сказал, догревать газ. Для чего его надо догревать? Во-первых, это еще одна дополнительная страховка, что у вас капли фреона, жидкий фреон не попадет в компрессор. Не попадет в компрессор, потому что он еще после испарителя, еще догревается с конденсировавшимся фреоном конденсатора. Вот, догреваться будет, вот, и поэтому, и, вроде бы, как бы увеличится коп, но он не увеличится на самом деле, потому что это тепло, оно просто ходит по кругу, оно не берется у нас со скважины. Мы просто, как бы, улучшаем, как бы, так сказать, безопасность, технические некоторые характеристики, компрессор лучше, страхуемся лишний раз. Плюс хорошо для ТРВ, то, что фреон, который выходит из конденсатора, еще больше охлаждается. Вот этой вот испарительной трубкой, ну, что испарители, как мы знаем, холодный фреон, а в конденсаторе он горячий. Но это последние метры конденсатора, вот, поэтому он там может быть, ну, градусов 30-30, да даже и меньше, 25-30, вот. Вот, и если мы его еще больше, конец конденсатора охлаждаем, значит, мы уже гарантируем, что в этом сконденсируемся фреоне конденсаторе уже гарантированно не будет никаких пузырьков воздуха. То есть, чем ниже температура, тем фреон лучше превращается в жидкость при том же самом давлении, вот, при том же самом давлении. Вот, а в ТРВ нежелательно, чтобы попадали пузырьки не сконденсировавшегося фреона, ну, что он, ну, понятно, да, он жидкость настроенной пропускать, как форсунка. А там, если будут пузырьки воздуха, это будут какие-то биения, сбои в работе, это нежелательно. Как устроенный у меня рекуператор, вот сейчас покажу наглядно. Вот. Вот эти скрутка, вот она, она утепленная, чтобы у меня в веранде холод до зимой, чтобы не было никаких потерь и влияний окружающей температуры. Вот эта трубочка, вот, которая, она выходит из конденсатора, из стены, из теплоаккумулятора, это уже последние метры конденсатора, вот она. А эта трубка, это последний метр испарителя, вот он уже пошел в компрессор, вот эта трубочка пошла в компрессор. И вот мы вот эти две трубочки, вот они, вот, да, видно их, мы их скручиваем вместе, ну, змейкой просто берем вот так вот и скручиваем, вот они, вот, вот она пошла, пошла эта скрутка, вот, скручиваем и утепляем. Получается у нас там теплопередача хорошая, ну, что медь к меди, они достаточно хорошо передают тепло. Вот, вот, и утепляем, чтобы не было у нас никаких потерь, увеличить теплопередачу, да. Вот, а вот здесь этот рекуператор заканчивается. Вот, он, видим, у меня тут расходятся эти две тонкие трубки конденсатора, расходятся на две. Тут они сходятся в тройник, ну, тут у меня не получилось вот этих последних 20 сантиметров сюда их подогнуть. Вот, поэтому тут она вышла. Вот, вот они две сошлись, и пошли уже в фильтр-осушитель к ТРВ, вот, то есть уже, так сказать, доохлажденный жидкий фреон, в котором уже гарантированно не будет никаких пузырьков, он уже охладился полностью, там, наверное, даже до 20 градусов, а может быть и меньше. Вот, то есть несколько градусов рекуператор забирает. Вот, а вот эта трубка тоже выходит, вот она, вот эту вот, что я сейчас пальцами на нее поставил, да. Это наша трубочка выходит из испарителя, из испарителя, вот она пошла, вот, вот снизу, вот, это с испарителя. То есть фреон движется, холодный фреон испарителя движется в эту сторону, по этой трубке, вот, по вот этой вот трубочке движется, заходит в этот рекуператор, а тут фреон движется противотоком, это конец конденсатора, сконденсировался, жидкий фреон движется вот по вот этим трубкам и ушел туда, а газообразный вот сюда, этот сюда, этот сюда, вот он так нагревается, тот подогревается, а тот немного охлаждается. Вот, установки, это, как я уже объяснил, только польза со всех вот этих вот рекуператора, только польза. И польза и компрессору, вот она, тут рекуператор, смотанные трубки, скрученные просто медные трубы. Вот, польза и компрессору, польза и ТРВ от этого всего, поэтому это очень такая полезная деталь в тепловом насосе. И я же говорю, что ее можно самому сделать, вот просто скрутил последние 2 метра конденсатора и последние 2 метра испарителя, скрутил вместе и утеплил. Это он будет тот же самый рекуператор. Вот, да, про, рассказал я про фильтросушитель, про рекуператор и про это. Ладно, на сегодня, наверное, хватит, чтобы не затягивать видео. В следующий раз тогда расскажу про манометры, термометры, для чего они нужны, как заправить. А там еще будет не одно, наверное, видео, и про заправку, и про пайку. Хорошо, если что-то непонятно, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, постараюсь всем ответить. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok